Итак, чудесная, потрясающая команда. Я приветствую вас сейчас в этом портале. И вы знаете, что у нас здесь проходит серия «Новое сознание для новых технологий». Наша с вами задача полностью разбираться в тех технологических процессах, которые называются в будущем, в настоящем. На сегодняшний день человечество продвигается такими темпами в развитии и внедрении новых технологий, которых никогда не существовало раньше на планете. Уже говорила на предыдущих вебинарах, те, кого интересует эта серия, вы можете прослушать. Я приводила вам данные о том, как развивалось человечество и как развивались технологии. И во всей истории современного человечества, начиная до Рождества Христова и после него, в этот промежуток 5000 лет, для внедрения новой технологии, либо нового жизненного плана, новой концепции развития сознания следующего поколения, требовалось несколько поколений предыдущих. И сейчас мы с вами перешли ту черту, когда за одно поколение появляется несколько новых технологий, которые кардинально меняют жизнь человека на планете Земля и жизненный уклад всего человечества на этой планете. Поставьте, пожалуйста, плюсики или как-то напишите, есть ли тут сегодня у нас новички. Кто у нас здесь впервые, кто-то впервые видит меня, кто-то впервые присутствует на этой серии вебинаров. Есть ли у нас новички? А вообще меня слышно? Семья, какой-нибудь знак, пожалуйста, подайте. Добрый вечер, слышно. Ну и чудесно. Слышно замечательно, все здесь. Я почему задала этот вопрос? Потому что после вебинаров, последнего и предпоследнего, позвонило несколько человек, наших инвесторов, и просто людей, которым интересно это направление, и задали вопрос, кто я вообще такая. Это был очень красивый вопрос, поэтому в глубоком уважении и величайшей любви ко всем, кто будет просматривать этот ролик, кто затем будет как-то может делиться этой информацией, либо вообще интересоваться, откуда она пошла. Я буквально на одну минуту размещу данные о себе, кому это будет интересно, вы всегда можете остановить видеоролик, нажать на стоп и все прочитать. прочитать, кто я, что я, чем я занимаюсь, чем я занималась и куда все движется. Мне очень повезло в этом воплощении, потому что я знакома с грандиозными людьми на этой планете, включая Анатолия Гарча и Минского. И перемены на этой планете, которые сейчас вносятся этими людьми, вносятся всеми нами с вами в том числе, они меняют все человечество на самом деле. И я наблюдаю сейчас все больше и больше политиков, которые начинают говорить о сознании, которые начинают говорить об экономике с человеческим лицом, которые начинают говорить о новой системе банков, Которые начинают говорить о новых взаимоотношениях на работе между работодателем и тем, кто делает эту работу за других. Жизнь меняется, а меняется картина, меняется геополитика планеты, меняется экономика всей планеты, если мы считаем, что мы этого не видим на сегодня. И одна из наиболее интересных встреч, возможно это прозвучит как-то странно, но она была с двумя представителями. Это представитель Ватикана, мы тогда создавали прецедент и пригласили представителей Ватикана в Российскую Федерацию, они никогда не приезжали до этого. Это были представители, один из советников ПАПы и представители высшего руководства Института семьи, Института миграции. И я была вдохновлена тем, как они видят мир. И одним из основных направлений или моментов решения глобальной проблемы миграции, они видели в том, чтобы корпорации наконец настолько просветились в своем сознании, чтобы стали вкладывать свои сверхприбыли и сверхдоходы в развитие. Не в эксплуатации, не в уничтожении, не в вооружении развязывая лишь этнические конфликты в Африке, в странах Латинской Америки, в Индии, во Вьетнаме, во многих странах, которые мы считаем отсталыми странами третьего и других миров. А чтобы они вкладывали свои деньги, средства и ресурсы в развитие экономики этих стран, для того, чтобы в конечном итоге получить еще большую прибыль, на которой они завязаны и о которой они мечтают. И Институт семьи направлен именно на то, чтобы решать вот эти уникальные проблемы и ситуации, которые сейчас возникают в мировой миграции. И следующий очень интересный, да, конечно, это Жак Фреск. Кстати, Жак Фреск 18 мая, Жак Фреска в возрасте 101 года совершил переход, его больше нет на планете, но у него осталось уникальное наследие. И тогда, это был 2012 год, 2011 год, мы приглашали Жака Фреска в Россию, это был его первый и последний приезд. Вообще, мне очень повезло, мы создавали очень много прецедентов. То, чего никогда никто не делал до нас, и нам это удавалось. Нам это удавалось всегда, мы работали командой, мы работали командой с Ириной Волковой, в том числе, вы знаете, она сейчас директор по развитию регионов. Очень успешное направление, которое действительно дало огромный взрыв, скачок в инвестициях и по привлечению инвестиций, по внедрению технологий. И как раз именно с ней мы занимались организацией приезда в Россию Жака Фреска и онлайн конференции с Фостером Гэмбелом. Два уникальных человека, которые работают на благо человечества. Фостер Гэмбел, который является наследником гигантской корпорации Проктер и Гэмбел, который посмотрел, насколько это все засоряет окружающую среду, и вышел с корпорации. Он сказал, что я буду идти своим путем, я отказываюсь от денег семьи. Он создал потрясающий фильм про цветание готовой летними земля и создал одну из концепций, которая помогает внедрению при объединении человечества, когда объединяются группы людей, заинтересованы в это, решать экологические проблемы и ситуации в любом регионе. Его концепция это показала, он создал красивую модель, красивую структуру, которая позволяет объединяться всем от домохозяек до крупных руководителей и решать конкретные экологические проблемы в конкретных местах. И еще один из очень интересных мероприятий, где я была и с организатором, и с спикером, был приезд китайской конференции. Это тоже был прецедент, потому что до этого они приезжали для подобного сотрудничества. Нам потом задавали вопросы, как нам это удалось и какие у нас связи везде, почему это вообще состоялось. Чем я была потрясена тогда? И почему я абсолютно теперь знаю, что все человечество пробуждается и просыпается. Не все об этом говорят, но все человечество сейчас перешло, этот порог незнания, этот порог темноты, который больше никому не нужен и никого не поддерживает. Это была встреча с представителями Китая, это был институт марксизма-ленинизма. Это был такой космический юмор, потому что само звучание, вы помните, как у нас все это уже ушло в прошлое. И все спикеры, которые выступали, очень жесткая система контроля в Китайской Республике. И когда они выступали, конечно, первое, что они говорили, они говорили, как мы когда-то. Это было восхваление существующих режимов, восхваление партийного направления партии, существующего сегодня в Китае. Но, к счастью, после всего этого того, что они обязаны были говорить, они говорили о том, что действительно волнует Китай. О сгрязнении, о коррупции, о том, что пришло время начинать обращаться к своему внутреннему миру. Это то, чем буквально совсем недавно было точно так же озвучено на встрече Антонио Дорча Мисквы Далай-Ламы. Мир пробуждается. И прецедент современного человечества заключается не только в том, что технологии начали развиваться ускоренными темпами, потому что в течение одного поколения мы видим смены нескольких этапов технологических циклов. Мы еще и видим колоссальный прорыв сознания. Что бы ни говорили окружающие вас люди, что бы ни показывали в новостях, либо не писали и не распространяли в СМИ, мир движется в лучшем для себя направлении. И мы здесь с вами исследуем мысли в этой серии, в этом направлении, направлении новое сознание для новых технологий. Мы становимся той новой командой или группой людей, которые начинают мыслить широко, которые начинают пытаться и приучать себя видеть за пределами шаблонов и ограничений, с одной стороны, а с другой стороны вы начинаете быть исследователями и начинаете рассматривать картину в целом. Как это было, как это состоялось, откуда это взялось, откуда растут ноги, как сказали бы у нас на русском языке. И сейчас я хочу задать вам вопрос. А кто из вас в курсе или как вы себе представляете концепция линейных городов, уникальнейшая концепция, которая сейчас стала доступна человечеству благодаря уникальной технологии струнного транспорта Анатолия Дворчевиницкого? Вот это концепция линейных городов. Когда она появилась? Можете просто написать ту цифру, не знаю, там, 2012 год. Вот вы услышали о линейных городах в 2009, не знаю, в 2013. Концепция линейных городов. 2014-й, 2014-й. Ну, я думаю, тут просто описка 1914-й, 2001-й. Огромнейшая благодарность. Я всегда безгранично благодарю всех, кто активно пишет в чате. Это помогает вам. Это помогает вам, на самом деле, усваивать информацию и расширять свои собственные знания. Итак, судя по ответам, я вижу, что 2014-й год, скорее всего, это год, когда вы познакомились с концепцией линейных городов и стали, наверняка стали инвесторами. То есть стали приобретать доли компании для того, чтобы помочь этой планете изменить и помочь внести этот новый технологический уплак. Тем интереснее вам будет начать путешествие и узнать, что на самом деле и Анатолий Гарыч всегда делал на этом акцент. За что я безгранично и глубоко уважаю этого человека, за то, что он говорит вещи таковыми, какие они есть. И если концепции, которые сейчас помогают человечеству не только меняться, но и сохраняться, сохранять себя и планету, были разработаны эти идеи виталий в воздухе достаточно давно, Анатолий Гаррих всегда об этом спокойно и говорит. И говорит честно и открыто, что есть идеи, которые он дорабатывает, потому что они были озвучены человечеством достаточно давно, но не было технологий. И более того, как бы и сама технология Лиин городов, сама технология струнного транспорта витала в воздухе достаточно долго на этой планете. Однако именно сейчас, когда мы видим такую быструю смену технологий, IT-технологий, технологий управления, технологий в коммуникациях, технологий в машиностроении, все это вместе сейчас собрано воендино, все, что может переходить в пятый и создавать шестой, седьмой и далее технологические уклады, именно это способствует тому, что мы, наконец, не только можем мечтать, но мы начинаем строить и проживать вот эту лучшую жизнь из возможных. И первый путь к этому – это строительство Ленин городов. Итак, первые Ленин города на этой планете, они были вызваны и связаны, они вплотную зависели от транспорта, только от коммуникации. Понятие коммуникации в древнем мире, и до Рождества Христова и после него, мы берем эту дату, центральную, как точку отчета развития цивилизации, нашей цивилизации, мы не первая, не последняя цивилизация на этой планете, но наша цивилизация идет отчет так. И вся история показала, все исследования, дошедшие до нас материалы показывали, что города, поселки, жилье строилось вдоль трасс. И это было две жизненных трассы, жизненных артерий. Первая – это была водная трасса, либо водная артерия. Вторая – это была торговая трасса. А торговая трасса и тоже, она могла пролегать водным путем, она могла пролегать сухопутным путем. И все же это были трассы, которые помогали человечеству выживать. Человек не мог жить без воды, ни один поселок не обходился без воды. И человек не мог жить без того, чтобы приобретать то, чего у него нет, но что помогало ему улучшать свою жизнь и продавать излишки. Потому что если бы излишки в любом поселении были не востребованы, то в этом поселении очень скоро наступил бы коллапс. Экономический, политический и коллапс сознания. Потому что люди просто пали бы в депрессию. И у нас были такие прецеденты на этой планете, когда, казалось бы, успешно развивающиеся города либо поселки со временем просто исчезали с этой планеты, потому что у них начинался коллапс. У них не было четкой, выстроенной структуры взаимодействия взаимодействия внутри членов сообщества и взаимодействия с теми, кто их окружал, с теми, кто мог бы с ними торговать. И когда города начали очень бурно развиваться, у нас есть с вами потрясающий вебинар, где я рассказывала вам, что происходит сейчас в современных городах, каким образом современные города превратились в ловушки. И все же, несмотря на то, что это действительно так, мы все больше и больше нас едем в города, потому что нас устраивают транспортные пути. Основная причина, почему мы стекаемся в города и уезжаем из деревень, это именно транспортные пути, потому что в городах нам доступно большее разнообразие того, что называется транспортными путями. И сейчас мы рассмотрим с вами три из них ближайших, которые являются доминирующими на планете и благодаря которым на самом деле и стала очень актуальна концепция линейных городов именно для того, что наступила пора всему человечеству позаботиться о своем сохранении как вида, потому что мы подошли к порогу того, что называется выживание, что называется точкой невозврата. И в следующий раз мы с вами рассмотрим концепцию космоса. Я расскажу вам, к чему пришли ученые России, бывшие в СССР, к чему пришли, к каким выводам пришли ученые, занимающиеся космосом за рубежом. И взамен того, чтобы начать наконец сохранять планету, мы сейчас тратим гигантские средства на то, чтобы найти планету, улететь как можно дальше от этой планеты, которую почти уже загубили, и найти что-то другой, новый цветок, быстренько там заселиться и создать себе новый рай. Вы будете потрясены тем, какие идеи разрабатывались в Советском Союзе, и у нас много последовательных людей сейчас, и что происходит в этот момент за рубежом, и что происходит на нашей планете Земля, включая строительство подземных городов, где пытаются, пребывают в иллюзии некоторые команды нашей планеты Земля, что что-то их там, а чего-то сохранят. Мы с вами возвращаемся к тем транспортным путям человечества, благодаря которым возникали города, и благодаря которым мы осваивали новые земли. Сейчас мы будем брать нашу современную историю, нашу современную цивилизацию, мы живем здесь и сейчас, и первым, одним из, их три основных, это авиаперевозки, автомобильные перевозки, и грузы, которые перевозятся судами. Судами. Судами это морские и речные перевозки. Вот три вида транспорта. Воздушный, наземный, водный. Единственное, что я сейчас упустила, я вот слышу мысли некоторых из вас, помимо автотранспорта, у нас, конечно же, существует ЖД-транспорт. Итак, авиаперевозки. Потрясающее изобретение человечества, потрясающая технология, которая дала человечеству прорыв, в действительный прорыв. И прорыв, который пошел, потом расширился к освоению космоса, к запуску спутников, к тому, что сегодня мы называем спутниковыми формами связи, коммуникации, авиаперевозки. Очень высокая. На сегодняшний день самые скоростные, самые скоростные виды транспорта у нас с вами находятся именно в воздухе. Это авиаперевозки. Это современные самолеты, современные истребители, высокая скорость передвижения, межконтинентальные доставки. И действительно, вы прекрасно понимаете, что можно и пароходом доплыть, но самолетом быстрее велететь. И во многих случаях, может быть безопасно, может быть опасно, но все же многие люди предпочитают сейчас, 99% людей, если им надо переместиться с одного континента на другой, они выберут самолет, но не теплоход. У авиаперевозок существуют свои собственные минусы, но их нельзя назвать минусами, это просто данность, данность этой технологии. Это зависимость, вот так мы их назовем. Это зависимость от погоды и от наличия качественного покрытия полосы. Если вы когда-либо интересовались всем, как создавался транспорт, вы помните, что когда был создан, как бы сконструирован и собран первый самолет, вдруг оказалось, что теория абсолютно отличается от практики. И самолет не мог взлететь. Не хватало скорости, он вяз в дорожном полотне, и это было тогда нонсенсом, чем-то непонятным, но один из изобретателей сказал, что может быть, надо асфальтировать дорожную полосу взлетную, а тогда это вызвало много юмора, много шуток, много смеха. И однако мы увидели, что именно потому, что забетонировали тогда эту первую полосу, стал вообще возможен взлет и посадка самолетов того времени и того поколения. И сегодня это на самом деле даже не столько плюс, сколько минус, потому что мы знаем, что такое стоит построить полосу, сколько площади и земли под нее надо отвести. Но основным является как бы метод. Этот минус, он не в этом, потому что у нас все закатано в асфальт все наши города, наши дороги и тот же ЖД-транспорт не настолько уж лучше этих наших аэропортов, где взлетные полосы закатаны в асфальт, уложены плитами и так далее. Основным минусом этой системы, транспортной системы, это является именно сложность диспетчерского обслуживания авиарейсов. Она действительно очень сложная. И она требует очень много усилий, очень много обслуживания, очень... Мы сейчас опускаем, сколько стоит обслуживание самолетов, сколько стоит топливо. Мы знаем, что у нас очень много сложностей при посадке и оформлении багажа. И самое главное, это очень неудобно. Вот я живу в Санкт-Петербурге, и если мне надо, когда мне необходимо приехать в Москву, несмотря на то, что самолет летит 40 минут, я никогда не еду в аэропорт. Потому что пока я доеду в аэропорт, пока я приеду с аэропорта потом в Москве, пока я постою по пробкам, неизвестно, еще будет ли летная погода, у нас в Санкт-Петербурге часто дожди, я быстрее наеду поездом. Поэтому я сажусь на поезд. Поезд находится в центре города, в шаговой доступности от метро, в отличие от любого аэропорта, который находится очень далеко. Многие из вас полетят сейчас самолетом в Минск, на Экофист, и вы знаете, что аэропорт Минска вообще находится в какой-то неведомой дали, с которой доехать почти столько же, сколько я еду поездом с Санкт-Петербурга, с Апсаном скоростным, в Москву. И все же наш замечательный самолет, который очень удобен, мы все им пользуемся, дает огромное загрязнение и разрушение окружающей среды. И не только выбросами топлива, но и шумовыми загрязнениями. Мы подошли к такому экологическому состоянию планеты, к такому осознанию себя и себя в мире, и мира в себе, что мы стали понимать, что помимо микробов, которых мы наконец увидели в микроскопе, узнали, что они влияют на наше здоровье, существуют невидимые вредители, которые разрушают наши физические тела. Это энергетический смог, это шумовой смог, это радиация, это излучение, это лэп и так далее, и так далее. И вдруг оказалось, что самая обычная батарея в нашем доме настолько же смертоносно, как и многие излучающие предметы. Вот это так, это тот мир, в котором мы сейчас живем. Итак, авиаперевозки, мы с вами посмотрели, следующие идут судовые перевозки, морской и лишной транспорт. Они есть, они существуют, и они помогают создавать транспортные пути человечества. Что такое транспортные пути человечества? Вновь сделаем акцент. Это путь, который помогает человечеству, первое, расширяться, второе, выживать. Это средство обмена и коммуникации между народами, между странами. Это товарообмен, товарооборот, это исследование новых земель, это просто возможность попутешествовать. И судовые перевозки на этой планете занимали огромное место всегда. Всегда, потому что во все времена человечество очень активно пользовалось именно морским транспортом после того, как оно начало торговать. Как бы суда были одним из основных источников торговли, одним из основных инструментов. И все бы хорошо и все так истающе, потому что на сегодня именно суда позволяет перевозить огромные актемы грузов. Вы видели наверняка сухогрузы, вы видели лайнеры океанские, они просто на сегодня длиной и высотой с огромными многоэтажными домами, новостройками. И это действительно мини-города. Это мини-города, на которых находится по несколько тысяч, а на некоторых по несколько десятков тысяч пассажиров, включая обслуживающий персонал. И это точно так же относится и к круизным лайнерам. минус, который является здесь такой помехой для активного использования транспорта речного, это сезонность и самое главное очень низкая скорость. На самом деле очень низкая скорость, а все, что касается морских танкеров по перевозке нефти, по перевозке топлива, опыт показал, последние события показали, насколько перевозка нефти танкерами опасна. Опасна для всего человечества, потому что стоит только танкер потерпеть бедствие и экологическая катастрофа начинает становиться глобальной, потому что пленка, которая появляется на поверхности океана, настолько тонка, объем танкера настолько велик, что экологическая катастрофа бывает просто несоизмеримой с теми населенными пунктами, которые она захватывает. И после нескольких таких экологических катастроф, гибели танкеров, аварии на танкерах, человечество не восстановилось и то сейчас. Вот такой у нас один из транспортных путей, который создало себе человечество, это морские и речные перевозки. Следующий наверняка любимый всеми на этой планете земля транспортный путь человечества это автомобильные перевозки. После войны, даже не после войны, еще перед войной, когда автомобильный транспорт стал развиваться очень бурными темпами, среди промышленников, среди политиков, среди торговцев, всех, кто занимался торговлей, появилась такая тенденция понимания, что автотранспорт завоюет весь мир, что исчезнут все остальные виды транспорта за ненужностью. И весь мир очень бурно ожидал этого бурного роста и бурного взрыва, победы автотранспорта над всеми другими видами транспорта, но всего есть свои собственные пределы. И у автомобильного транспорта они тоже существуют, он не является идеальным, он не является совершенным, и даже более того, оказалось, что он, наверное, очень удобен и комфортен для личных перевозок, учитывая то, как сейчас живет современное человечество. И он очень удобен, если мы говорим о том, что мы берем какие-то грузы, которые уже доставлены воздушным, морским и железнодорожным транспортом, и начинаем развозить эти грузы в те места, куда мы не можем в центр города проложить железную дорогу, либо сделать там взлетно-посадочную полосу, либо прорыть туда водный канал к каждому магазину, чтобы мы могли разгрузить те продукты либо те вещи, в которых нуждается этот город, или доставка, те, кто ждет эти товары. И, конечно, автомобильный транспорт на сегодня является самым опасным, это так, очень много об этом говорится, об этом пишется, пробки на дорогах, это как бы наименьшее зло, наибольшее зло от этих пробок, не то, что люди стоят часами, когда до дома осталось идти 15 минут, у меня была один раз очень, очень комическая ситуация, перед моим годом, это было два года назад, до моего дома было подать руку, я видела окна собственной квартиры, и я не могла выйти, я просидела три часа, потому что была на дороге авария, у нас в четыре полосы движения, когда пробки, и я просто не могла выйти, оставить машину и уйти домой, до дома было просто буквально, не знаю, 100-120 метров пути, я простояла в пробке три часа, и как бы это все еще ничего, но в этой пробке три часа мне пришлось дышать выхлопными газами, и конечно вред для здоровья в этот момент был нанесен колоссальный, то есть пробка она страшна не тем, что люди стоят в тот момент, когда они могли бы чем-то заняться, а в том, что они вынуждены дышать тем, чем нормальный человек дышать не должен. Подтравить население выхлопными газами было очень модно в фашистской Германии, когда была принята программа на уничтожение всех, кто не является чистокровной эрисской расы, были созданы специальные автомобили, об этом очень много информации есть в интернете, в фильмах, и эти автомобили были устроены очень интересно, у них не было выхлопной трубы, потому что выхлопная труба была изогнута и входила как раз внутрь фургона, которым перевозили людей, это была такая газовая камера на колесах, и пока люди перевозили заключенных или неугодных, перевозили с одного места на другое, погрузив в этот фургон ничего не подозревающих людей, они благополучно задыхались от газов, которые выходили из выхлопной трубы, и в конечном пункте назначения, куда приходил этот автобус, либо приходила эта машина, уже выгружали всех, кто давно уже не дышал. Вы знаете, не знаю, почему я постоянно вспоминаю эти машины, когда оказываюсь в пробках, не потому, что я не знаю, чем заняться, мы сейчас все с интернетом, у нас сейчас настолько все у всех автомобили наворочены, как говорят мои дети, что можно вообще там в нем жить, потому что выход в интернет везде абсолютно, но то, чем мы дышим, и защититься от этого нельзя, потому что фильтры не работают, кондиционер это тот же самый воздух, который мы берем, захватываем с окружающей среды, и мы находимся в своем роде в крематории. Пробки на дорогах это добровольные крематории, которые мы создали в себе, и в которых мы находимся. И, конечно, низкий срок эксплуатации, без дополнительных вложений, это тоже одно из качеств автомобиля, все прекрасно знают, у кого есть автомобиль, если вы его купили сейчас, то через час он уже стоит половину своей стоимости. Если купив недвижимость, человек может рассчитывать на то, что она подорожает хотя бы через полгода, а может быть через пять лет, автомобиль через пять лет не будет стоить ничего. Следующий, как бы, исходя из всего, что мы сейчас с вами посмотрели, железнодорожный транспорт мы рассматривать не будем, потому что с ним как бы все понятно. Он и по сейчас занимает очень огромный объем в перевозках во всем мире. Как бы ни было, как бы не был развит автомобильный транспорт, как бы не был развит воздушный и морской транспорт, грузовой, железнодорожный транспорт никто на этой планете пока не отменял. Почему? Потому что именно железнодорожный транспорт создает современный транспортный коридор не автомобильный, не морской, не воздушный, не воздушный, железнодорожный транспорт обладает способностью создавать современный транспортный коридор. Многие коммуникации завязаны, проводится электричество, потому что если мы сейчас будем брать многие поезда, которые, включая электрички, необходимо протягивать линии ЛЭП, значит, мы проводим электрификацию всей страны, как это когда-то говорилось у нас, но это действительно, это так и есть. Благодаря тому, что уже прокладываются дороги, благодаря тому, что прокладываются железнодорожные пути, у нас начинают путешествовать коммуникации. И, конечно, дороги способствуют этому в том числе автомобильные дороги, потому что они обязаны быть освещены по современным нормам. и это также способствует протягиванию линий электропередач и появлению света в тех местах, в которых его до этого не было. И, конечно, сейчас уже, когда у нас такое обилие возможностей быть подключенным к интернету, именно современное транспортное, то, что называется современным транспортным коридором, все наши транспортные системы, они способствуют тому, что мы начинаем расширять по планете коммуникации, все системы управления, все системы, которые включают торговлю между странами, взаимоотношения между людьми, образование, обучение, все возможные сферы действия человека начинают очень гармонично и очень комфортно укладываться в этот современный транспортный коридор. Но к чему мы подошли? Мы подошли к коллапсу, потому что транспортный коридор, как и любой коридор, он всегда заканчивается комнатой. И в современном мире эта комната по аллегории равняется городу, и города, которые создавались вдоль этих транспортных коридоров, перестали выполнять свои функции линейных городов, то есть когда люди равномерно распределялись по всей реке, по тем областям где можно спокойно спуститься в воде, где можно было спокойно ловить рыбу, если это не были скалистые участки или что-либо из этого, то в дальнейшем города стали развиваться и шире. Они стали развиваться по принципу звезды, захватывая сельхозу води, захватывая отмежающие лесные поля, захватывая природу и угробляя экологию. и современные города стали начинать испытывать коллапс. Первая ситуация, с которой начинают сталкиваться крупные города, это нехватка питьевой воды. И если мы как раз возьмем морской транспорт, который мы с вами рассматривали, и возьмем города, которые являются городами-портными, в которых находятся морские либо речные порты, мало кто знает, сколько вреда окружающей колонии наносит морской либо речной порт. Вы можете наблюдать это по наличию либо отсутствию рыболов. Вы помните, что в вашей юности, возможно, в вашем детстве, было огромное количество рыболов, которые бегали с удочками, сидели на реках, сидели на лодках, была подледная надледная и всевозможные виды ловли. И вдруг все рыбаки куда-то исчезли. Куда исчезла рыба? Раз рыбаки исчезли, куда-то исчезла рыба. А все казалось очень просто. Причина лежала на поверхности. Оказалось, что для того, чтобы построить любой портовый терминал морского либо речного порта, нужно забивать сваи. И когда начинается забивка сваи, установка всего, что принимает, где пришвартовываются у нас пассажирские грузовы и другие лайнеры, танкеры и весь этот морской речной флот, поднимается песок, и этот песок в виде мелкой взвеси полностью забивает жабры рыб. И во время строительства речного либо морского порта происходит гибель огромного количества рыбы, которые находятся, привыкла жить в этих прибрежных зонах. И на восстановление запасов рыб требуется десятилетия. Для того, чтобы истребить рыбу, требуется 3-4 месяца строительства. Для того, чтобы восстановить рыбные запасы данного города, данной акватории, требуется десятилетия. Вот таким образом у нас работают на экологию наши морские и речные порты. И, конечно, когда туда заходят сюда, у нас всегда есть выбросы фекалий, у нас всегда есть выбросы топлива, которые тоже вовсе не способствуют тому, чтобы экология в этих бухтах улучшалась. Наоборот, она становится с каждым годом все хуже, хуже и хуже. И транспортные коридоры. Транспортные коридоры, которые мы сейчас с вами будем рассматривать, и то, что начинает относиться к первой концепции ленинных городов. Ленинные города, либо этот способ расселения вдоль рек или транспортных путей, существовал на самом деле с незапамятных времен, а в осени с 2014 года, как мы с вами предполагали. и он был самым распространенным. Многие из вас были в деревнях, многие росли у бабушек, у дедушек, многие были в областях, сейчас, к сожалению, разрушены многие деревни, и все же они как раз и были первыми прототипами линейных городов, потому что деревня, она обычно настраивается по линии. И действительно очень много было сторонников на этой планете линейных городов, они все сталкивались с одним. Чем длиннее было деревня, чем длиннее был поселок, чем длиннее был этот город вдоль реки, в котором жили жители, тем больше было сложностей. Не было того уровня транспорта, который мы имеем сейчас, где можно было очень легко с одного конца города попасть в другой. В основном это были пешие города, в основном это был лужевой транспорт, и это было долго проехать с одного конца города в другой. Было очень неудобно передвигаться, потому что даже для того, чтобы хозяйка могла обеспечить едой свою семью, ей надо было полдня путешествовать в город на базар, и затем полдня возвращаться обратно. Это было очень неудобно, потому что технологический уклад тех первых линейных городов, которые существовали на планете Земля, не способствовал тому, чтобы люди чувствовали себя в нем комфортно, и несмотря на это, человечество предпринимало огромные усилия, и первая концепция линейного города принадлежит испанскому архитектору, звали его Сориа и Мата, то есть это не два архитектора Сориа и второй Мата, это один архитектор, испанский архитектор, которого звали Сори и Мата. В 1888 году он как бы закрепил на этой планете саму идею и концепцию линейных городов. Это были экспериментальные города, эти города нигде не были построены, настолько, чтобы это как бы вошло в технологию человечества, и они не были признаны состоятельными именно потому, что отсутствовали те технологические прорывы, которые мы имеем сейчас, начиная от интернета, от этой мгновенной связи, от тех способов, в которых мы сегодня передвигаемся, и теми техническими возможностями, которыми на сегодня располагает человек. И все же в 1875 году, когда Сори и Мата создал первую трамвайную линию, он создавал ее в надежде на то, что она поможет закрепить на планете концепцию линейных городов. трамвайная линия, трамвайная линия, будем считать это прототипом нашего скоростного транспорта, потому что все откуда-то берется, идея рождается из идеи, да, и в том числе идеи приносятся из будущего сюда, в наше сейчас, и все же благодаря этому унитвальному мастеру тогда появилась первая концепция, и он призывал, он буквально призывал, он приложил очень много усилить того, чтобы создавать эти, чтобы перестать строить вот такие огромные города, которые и тогда уже сами себя разрушали, и начать строить линейные города, и по его замыслу этот линейный город, который строился вдоль транспортной линии, он состоял как бы из двух частей, справа условно слева от транспортной полосы была жилая зона, а с другой стороны полосы была промышленная зона. Первое, как бы большинство линейных городов, идея линейных городов, она была признана в мире несостоятельной не в силу того, что концепция нехороша, а в силу того, что отсутствовала разработка того, как совмещаются в линейном городе все сферы жизни человека. Момент, когда человек маленький, момент, когда человеку надо учиться, образование, производство, технология, торговля, промышленность, банковская система, экономическая, политическая, социальная система не были увязаны в линейном городе. Отсутствовала проработка концепции того, как и где и что в линейном городе размещать настолько, чтобы у всех жителей была доступность, было доступно и образование, обучение было доступно, и производство, промышленность. И вот как раз Сори Эмата предложил самую первую концепцию и затем он не дожил для того, чтобы въявляли его собственную концепцию, но у него было очень много разработок относительно этого и затем уже эта идея имела успех на самом деле и ее со временем начали развивать дальше. и уважение нашим коллегам, уважение тем, кто тогда начинал все это в Советском Союзе. Представьте себе, 1928 год Союз Советских Социалистических Республик был первым государством на тот момент, которое занялось реальной разработкой линейных городов. Действительно, потом на основе разработок именно наших архитекторов, наших ученых и наших историков, всех, кто тогда приложил руку к созданию этого, выкладывались или как бы рассчитывались, создавались идеи линейных городов, концепция линейности развития человечества для совмещения с экологией, для возрождения с экологией, она использовалась потом во всю миру. И очень много архитекторов знаменитых и не настолько знаменитых начинали потом использовать концепцию линейных городов. У нас было построено несколько попыток построить несколько городов, линейных городов в Советском Союзе. Они не были успешными, они не были особенно удачными. Именно они так назывались проблемы строительства социалистических городов. отсутствовала разработка и расчеты объединения внутри развития всех сторон, всех сфер жизни человека. К сожалению, человечество устроено так, что в той или иной мере оно всегда заинтересовано на прибыли. Вот таков жизненный уклад был человечеству и сейчас у многих он еще таков. Вот этот детский уровень развития сознания, когда только я, мое, мне и для меня, оно приводило к тому, что в первую очередь считали прибыль. И города, которые потом многие из них стали пустовать, многие стали разрушаться, они не были рассчитаны полностью, они не были созданы для человека, они создавались для технологий. Это были либо чисто промышленные города, где все население начало болеть и само отравляться, потому что очистное сооружение не справлялось, либо это были города, в которых была потрясающая экология, но не было работы и жители также уходили с этих городов, оставляли свои собственные дома для того, чтобы пойти в этот ненавистный всем город с его ужасающей разрушающей экологией, но заработать для того, чтобы купить хлеб своей семье. отсутствовала гармония, потому что отсутствовала технология, которая бы давала возможность выстроить совершенно новую, иную концепцию линейного города. И тут мы с вами сейчас, вот эта концепция линейного города, идея, которая появилась в конце 20-х, начале 30-х годов в нашем Советском Союзе, она тоже заключалась в том же самом, что и у архитектора из Италии, где у нас была дорога и у нас разделялись зоны, справа была промышленная зона, слева была жилая зона и это развивалось, планировалось, что это будет развиваться, потому что промышленная зона была отделена и все было хорошо. Но это тоже не получилось своего собственного развития. Опять же, благодаря из-за того, что отсутствовала система транспортных развязок настолько удобная и быстрая, которая помогала бы линейному городу стать источником одновременного и равноценного развития всех сфер жизни и деятельности человека. Когда человеку важно его здоровье, когда человеку важно его образование, когда человеку важно, чтобы было учтено его культурное наследие либо возможность культурно развиваться. Очень важно, когда в городе ращи... Почему города приобрели такую популярность? Потому что там могли развиваться все уровни и слои современного человечества либо современных жителей этого города. Там было чем заняться молодежью. Все могли найти друг друга по гендерному принципу, по принципу увлечений, по принципу любимой работы. Город в своей обширности предоставляет человеку очень много возможностей. То, что отсутствует в первых линейных городах, которыми являлись в деревне. Потому что вы знаете, что если человек живет в деревне, у него очень маленький выбор. Он либо обслуживает землю, либо обслуживает скотину. И все, что он может, иметь либо больше земли, либо больше скотины, иметь больше техники, которые он обслуживает скотину, либо землю, либо не иметь этой техники и делать все вручную. И как бы на этом выбор заканчивается. Именно города Предоставляет такое многообразие, ради которого жители близлежащих деревень и поселков с экологически чистых зон бросают все и переезжают в города. И вот единственная, как бы не единственная, а еще одной очередной попыткой все же построить такой нормальный человеческий линейный город, который был бы жизнеустойчивым, это была попытка в 1935 году двух архитекторов Важенского и Корбюзье. Они составили проект радикального расширения города Злина. На самом деле, но вновь это было направлено только на то, чтобы расширить, вот там находились мировые обувные фабрики. В конечном итоге все свелось к тому, чтобы построить город, построить что-то, что помогало бы промышленности развиваться. И идея этого была, как бы понапреку, оборотная сторона. Это очередное получение сверхприбыли. Это как бы так стянуть поближе всех рабочих, чтобы они работали в одном месте, чтобы их не приходилось возить далеко, чтобы вот они вышли из дома, перешли эту дорогу, которая разделяет эту трассу, да, эту зону. И вот они перешли напротив, а там это замечательная обувная фабрика, а за ней следуют еще другие фабрики. И вот люди просто живут вдоль. Они выходят со своих бараков, они выходят со своих домов, переходят дорогу, и вот они уже на работе, и все счастливы. И это тоже не имело никакого продолжения. Совершенно. Хотя сама идея по себе была уникальна. И как мы теперь с вами видим, эта идея разрабатывалась с 1888 года. То есть в 1888 году Сори Имата, он ее уже описал, он создал из этого концепцию. Но разрабатывалось это все, конечно, еще долгие годы и десятилетия до этого. Сегодня мы имеем огромное, на самом деле, очень большое количество городов, которые брошены. Вот именно по той же причине, потому что они либо были очень промышленными, и потерпели экологическую катастрофу, и жители были вынуждены оттуда уехать. Либо это были города, один из таких городов, который вы видите сейчас, это город в Арабских, в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот город стоит пустой, правда сейчас правительство предприняло усилия, решили вопрос с бюджетом, решили вопрос с финансированием. Город построен на самом деле, и многие годы он стоял пустой. Это уникальный город, который является умным городом, смарт-городом, где в основном пешеходные дорожки, где внутри между домами не проехать должны велосипедить, не потому что они узкие, потому что это город пеший, это город экологически чистый. Но оказалось, что из этого города доехать до ближайшего Дубая для того, чтобы обеспечить себя продуктами, по каким-то другим вопросам на работу, это оказалось настолько неудобным, что этот город очень долго стоял пустой. Город был создан по принципу Силиконовой долины, Кремниевой долины, но вот только сейчас, в последнее время, он начинает как-то оживать. Как-то оживать, потому что долгие годы он был абсолютно пустой, он был построен с качеством, которым отличаются Объединенные Арабские Эмираты, и он пустовал. Вот эта картинка, которую вы видите, это не футуристический дизайн, это действительно этот город в Объединенных Арабских Эмиратах, который стоял пустой и сейчас начинает заселяться. Трасса была упущена сама транспортная система, сама транспортная структура, на основании которой строилась концепция линейных городов. Всегда этой трассой, вдоль которой должны были строиться линейные города, был или железнодорожный транспорт, или автомобильный транспорт. И человечество столкнулось с тем, что не существует у нас таких площадей, которые позволяли бы до бесконечности прокладывать дорогу, железнодорожный транспорт, либо до бесконечности прокладывать автомобильную трассу. Если автомобильная трасса начинает проходить очень далеко, она перестает себя окупать, и нет никакой причины в этих вложениях, потому что по факту дорога начинает вести никуда. Если мы берем железнодорожный транспорт, потому что там еще нет города, куда эта дорога идет, поэтому она перестает окупаться, никто не хочет ехать в тупик. Если мы будем брать железнодорожный транспорт, он строился, вы помните, у нас была Байкал-Амурская магистраль, у нас было очень много крас и за рубежом точно так же, когда трассы прокладываются в горах, трассы прокладываются в тайги, казалось бы, аллилуйя, давайте строить линейный город. Но человечество очень любит считать, потому что еще и научилось просто протягивать руку и брать деньги на небесах. И когда посчитали, во сколько обойдется вдоль вот этой Байкал-Амурской магистрали, либо вдоль других трасс, взять и построить города, уж не будем говорить про линейные, просто про города. И оказалось, что это не будет окупаться. Вот эти вот поселочки небольшие. И многие из вас, кто сейчас еще продолжает путешествовать по той или иной причине с железнодорожным транспортом, вы видите эти развалившиеся, полностью рассыпавшиеся дома, абсолютно безжизненные поселки, населенные пункты. Отсутствие работы и очень сложное обслуживание вот этих близлежащих поселков, которые находятся именно вдоль железной дороги. К ним не проложено никаких коммуникаций, если мы будем брать уже то, что называется на Руси в Мухаманию, туда только вертолетом можно долететь, но это очень далеко не долететь. Самолетом там не сядешь, потому что нет взлетно-посадочной полосы. Автотранспорт там не приедешь, потому что дороги нет, только железная дорога. И эти поселки себя не оправдали. И когда колея проложена так, что у нас в одну сторону либо грузовой, либо пассажирский, оно нужно помимо того, чтобы следовать всем маршрутам движения, еще и завозить материалы, из которых будут строиться эти же самые города. И это тоже все развалилось. Это было очень модно не только в Советском Союзе, а во всем мире. У нас архитекторы прекрасно знают друг друга. У нас идеи черпаются из одного источника. Это наше квантовое поле сознания. Поэтому идеи на самом деле часто повторяются. И есть идеи, которые никогда не удаются никому из человечества. И в данном случае вот то построение городов, как себе видел этот человек тогда, до того момента, когда Анатолий Георгиевич Юницкий создал свою уникальную концепцию линейных городов, которые начинают расширяться, которые сопутствуют, вот так скажем, даже тут развитие технологии ненасможно, которые следуют за струнным транспортом. И появилась совершенно новая, уникальная концепция линейных городов. И эта концепция связана с тем, что... Что-то я не пойму, я куда-то... Четыре... Вот так вот, давайте-ка... А, вот да, отлично. Отлично. Совершенно новая концепция линейных городов, где нам не нужно прокладывать вот эту трассу по земле, где нам не нужно разрушать экологию существующих, окружающих сельхоз, полей. И наша прекрасность совершенно во всех отношениях очень красивой природы. Но когда мы можем начинать строить линейные города, которые вытекают из того, что мы начинаем прокладывать трассы, трассы на этой планете, высокоскоростные, которые на самом деле намного... Не только, мы сейчас уже очень много говорим об экологии этой планеты, но это транспорт, который на сегодня перекрывает очень многие потребности современного человечества. Экология, да? Экономичность, да? Эффективность, да? И как раз именно возможность, один из самых огромных плюсов для меня в этой технологии, именно в том, что можно начать безболезненно расселять вот эти большие города, которые созданы по принципу Медуза, и, наконец, переместить человечество в наиболее экологичную и эргономичную среду, для того, чтобы человек начинал чувствовать себя человеком и оставался бы человеком на этой планете. Но вот есть технологии, которые являются объединяющими, объединяющими для всего человечества. И сейчас мне бы очень хотелось у вас узнать. Вот у нас внизу, вот это одно из изображений линейного города, то, как это рисуется, как и концептуально конструктивский бюро Анатолида Рченицкого, который находится в Минске. Вот хотели бы вы жить в этой башне, либо рядом с этой башней, либо где-то, вот такой линейный город. И почему бы вы хотели там жить? Вот тут очень красивый комментарий, огромная благодарность всем, кто пишет. Я хочу жить в башне. Вы знаете, тоже хочу жить в башне. Я очень люблю высоту. И пока вы пишете, чем мне понравилась эта концепция, тем более, что у меня мое первое основное высшее образование, это как раз строительство. Строительство идет по образованию строитель, и в том числе специализация поиска, производство строительных изделий и конструкций. Почему люди уезжают из деревни? Почему люди идут в горы? Почему люди начинают селиться на самых высоких этажах? И именно там, как сказал один из юмористов, что такое ваше пинг-хаусы? Чердаки. На самом деле на чердаках. У человека есть потребность быть и внизу, и вверху. И для того, чтобы человек начинал гармонично развиваться, маленькие дети очень часто лазят по деревьям, лазят по канату, лазят в горы, забираются на высокие здания, на крышу. Человеку важно. На самом деле для его клеток, для его систем, для его моторики, для его сознания, для построения новых совершенно синаптических связей в мозг, которые затем дают способность лучше ориентироваться в пространстве и как бы быть более любознательным и более успешным затем к наукам, к изучению, оказалось очень важно подниматься на высоту. И, конечно, мы можем привести огромное количество примеров. Это же не говоря о том, что все, кто не поднимаются на верхние этажи, не ходят в горы, чем-то ущемлены. И, конечно, нет. Конечно, нет. И все же исследования показали, что человеку очень важно периодически подниматься вверх. И именно этим подсознательным знанием вызвано сейчас строительство огромное количество высотных, не просто высотных зданий, а зданий, которые уже являются гигантскими для этой планеты. И города начинают расти вверх, потому что вширь расти уже некуда. Не позволяют коммуникации. Прокладка коммуникации является одним из самых дорогостоящих частей во всем жилищном и капитальном строительстве. Вот кто-то живет на вершине горы, и это так классно, потрясающе. Чем вдохновляет сегодня концепция линейных городов, которая, или открыто назовем так, и разработана Анатолием Ильичем Ленинским, тем, что она решает вопрос того, как сделать жизнь человека комфортной и как позволить в линейном городе задействовать и удовлетворить все жизненные сферы человека, все сферы его жизнедеятельности. Это и молодежь, которой очень важно собираться, потому что во многих деревнях, в маленьких городах является очень острая нехватка вот этого общения, межличностного, а его никто не отнимал. Когда создаются общества по интересам, когда есть где-то целые башни в линейных городах, которые заняты научными разработками, которые являются центрами научных разработок, которые являются наукоградами, и, возможно, перволинейные города и будут такими наукоградами, где одна башня и другая башня будут являться какими-то некими научными либо культурными центрами. Когда можно жить в одном городе, который располагается вокруг одной башни, и буквально, вот как сейчас пишут, великолепно у нас пишут участники, огромная благодарность, буквально через за несколько минут или даже пусть полтора часа переместиться в другую башню, вот этого же, следующий дом этого же линейного города, и оказаться в культурном центре, пойти в школу, пойти в университет, оказаться на море, оказаться на прекрасной природе, и все это, вот в этом одном линейном городе, имя которому планета Земля, это потрясающе. Это потрясающе, когда мы можем сделать это. Это потрясающе, потому что у человечества начинает появляться совершенно новая модель сосуществования и уважения друг к другу. В следующий раз у меня сейчас отсутствует это в записи, я в следующий раз покажу вам видеоролик о последних исследовании ДНК человека. Что на самом деле показывает ДНК, кем мы являемся. И люди, которые проходили этот тест, они были потрясены, и в следующий раз я обязательно его загружу. Линейные города, которые появляются и появятся на этой планете, благодаря вашей поддержке по технологии, благодаря тому, что вы мечтаете о ней, благодаря тому, что вы думаете о ней, на самой первой встрече в этом году мы с вами работали с квантовыми сферами сознания. И вы знакомились с тем, что такое смерти. Что такое, когда коллектив, группа людей, сообщества начинают мыслить в одном направлении, не потому что их кто-то заставил, а потому что они чувствуют, что они не желают так жить. Это начинает воплощаться. Начинает приходить, поступать огромное количество свободной энергии, которая здесь для того, чтобы служить человечеству и помогать внедрять эти новые технологии. И это потребует изменения сознания человечества, проживания в этих линейных городах. Почему сейчас так продвигается, вот так как мы видим, такими темпами, когда нам хотелось бы быстрее, внедрение технологии. Человечество подготавливается. Оно подготавливается в своем сознании к тому, что иметь скоростную дорогу, иметь такой линейный город, это не только безопасно, это жизнеутверждающее. Это сохраняет человека, это объединяет человечество, это возвращает человечеству его человеческое лицо. Когда человечество начинает взрослеть, когда оно вылазит из этих детских штанишек «я, мое, мне и только для меня», а когда мир начинает быть сострадательным, когда сосед смотрит, оглядывается, чем он может помочь соседу. Когда каждый думает, чем он может поддержать. Когда человек перестает цепляться за то, что имеет, за этот свой домик в деревне, за свою какую-то необыкновенную квартиру, уже и съехал бы давно, но столько сил можно. Линейные города позволяют человеку путешествовать каждый раз в свой более лучший и лучший мир. И на предупреждении встречи мы с вами говорили, что когда человек взрослеет, когда человек получает образование, когда человек расширяет свои взгляды, его мировоззрение настолько меняется, что ему необходимо переехать. Но современное градостроение, современные принципы трудоустройства не позволяют человеку быть человеком. Они заставляют человека подстраиваться. Они заставляют человека грызться и биться, выживать в своем бизнесе, на работе, если она приносит большой доход, в том городе, в котором он живет. И концепция линии на городу дает новые степени свободы. Когда человек волен, выбирать, развиваясь, где он будет жить. Где он будет жить, где он остановится сегодня, потому что в очень быстрой, на скоростной дороге он очень быстро сможет работать в Японии и жить в Санкт-Петербурге, да, если ему это нравится. И, конечно, когда начинают строиться линейные города и начинают неудряться, расширяться струны транспорт, то, конечно, будут и самолеты, будут еще другие виды транспорта, которые будут способствовать, помогать и перемещаться. И все же человечество начинает получать с внедрением этой технологии новые, уникальные степени свободы, которые на самом деле в нашей цивилизации пока еще не существовало. Вы те, кто вносит эти новые концепции, вы те, кто пробуждает это новое человечество, вы создаете, поддерживая технологию, новые степени свободы, где человек перестает держаться за свое маленькое ведро, потому что там перед ним целый танкер, условно. Человек, проживающий в нем в городе, начинает понимать, что вся планета идут. И человек начинает заботиться о сохранении этой планеты. Человек начинает и беречь, потому что он знает, что это как одна большая квартира. И мне важно, чтобы в этой квартире было чисто, чтобы моя семья, жильцы, все, кто живет в этой квартире, были в гармонии, в мире и в дружбе, потому что это наша квартира, это наш один большой дом, это наш один большой город. И все изменяется. Все изменяется. Меняется политика, мы это увидим, она уже меняется сейчас. Меняется культура. Посмотрите, какими огромными темпами меняется культура. И я все чаще и чаще вспоминаю Петра Великого, может потому что я живу в Санкт-Петербурге, который, вводя инновации в виде сопротивления русских купцов, русской знати, которые все время ссылались на традиции, он говорил, что хватит держаться традиции как слепой стены. Современный мир дошел до очень многих степеней абсурда. Он стал похож на мир, в котором действительно необходимо включить свет. Это разговор глухонемых. Политики, экономика, образование. Это превратилось в разговор глухонемых. И для того, чтобы глухонемые могли разговаривать, необходимо включить свет. Очень мало кто задумывается об этом. Мы привыкли, что мы слышим, мы можем кричать где угодно. И вот мы среди глухонемых, им нужен свет. И вы сейчас те, кто вносите, вы вносите свет через эту технологию, через эту концепцию, через то, что поддерживаете ее, вы вносите свет в сознание человечества, которое начинает создавать новые уровни и сферы единства. Новые степени свободы. И я призываю вас мечтать. Я призываю вас к тому, чтобы вы начинали наконец создавать для себя свои собственные идеи, когда бы вы хотя бы сами для себя начали мечтать о том, как вы путешествуете. Чтобы побывать на Тибете, чтобы побывать в самых красивых, потрясающих уголках этой планеты Земли. вы достойны этого. Но вы пришли на эту планету для этого. Вы не пришли на эту планету для себя. Вы пришли на эту планету для того, чтобы наслаждаться жизнью, наслаждаться природой и вносить гармонию и свет в сознании везде, где вы бываете. Поэтому это то, с чем мы сегодня с вами здесь собрались. И вот я вижу как раз Маргарита Медовецкая сбросила очень красивую ссылку на такую инструкцию Совета по адресным проектам. И я приношу огромную благодарность нижайшим поклонам Маргарите, потому что ее усилиями удалось включить опять в рассмотрение внесения в план развития в Санкт-Петербурге до 2025 и 2045, по-моему, да, Маргарита, рассмотрение включения струнного транспорта Юеницкого как в транспортную систему и транспортную агломерацию Санкт-Петербурга и Ленобласти. Поэтому нам всем с вами нужна сертификация, нам всем с вами. Мы очень ждем, мы с вами очень скоро поедем в Экотехнопарк, это будет буквально уже через месяц, поэтому я призываю вас посмотреть, какие программы, покупайте билеты, оплачивайте конференцию, если вы на них будете, это будет грандиозное мероприятие, это будет грандиозное шоу, тем более вы видите, что у нас сейчас Анатолий Дарович был на встрече с уникальным мастером на этой планете, который всегда шел из будущего в прошлое. Далай-Лама это линия Далай-Лам, которая воплощается, реинкарнирует постоянно одно и то же сознание воплощается на планете из раза в раз в разных физических телах. Это тело огромной мудрости, огромного сострадания на этой планете и это очень знаково, что именно оттуда начнется строительство и расширение света, это самое правильное слово сейчас здесь, расширение света на планете через технологию, через линейные города, через то, что вы все участвуете здесь. И еще раз нижайший поклон всем вам, огромнейшая благодарность Анатолию Даровичу, всей команде, всем ребятам, которые помогают всему этому внедрению. Огромная благодарность всем моим коллегам, кто сейчас в фонде, в управляющем совете, всем, кто обслуживает вас, нас, для того, чтобы мы могли позаботиться о себе, о приобретении долей, вообще о том, чтобы стать участниками этого грандиозного направления. И вы помните, что мы не прощаемся, потому что мы никогда не расстаемся, мы встретимся с вами в следующий понедельник, мы рассмотрим коллапсы современного мира, мы рассмотрим до каких крайностей и полярностей маразмов, по-другому назвать это не могу, нашел современный мир, и насколько то, чем мы с вами занимаемся сегодня важно, вносите свет, мечтайте, мечтайте широко и будьте свободны. Мы не прощаемся и до встречи всем нам. до встречи до встречи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...